Субтитры делал DimaTorzok Сколько там надо заплатить денежек? Алло? Алло? Сколько надо денежек заплатить? Что-что? Скажите свою фамилию и имя отчества. А вы же сейчас меня спросили. Я не пойму. Вы скажите, пожалуйста, свою фамилию и имя отчества. Будет так, наверное, правильнее. Вы же звоните мне, а не я вам. А мы с вами разговаривали. Калаврац Семен Иванович. Мне представились сначала служа безопасности, потом Алексей Юрьевич. В общем, даже я вспомнил. А, Калаврац. Какая фамилия чудесная, Калаврац. Семен Иванович. Очень приятно, Семен Иванович. Слушаю вас. Скажи свою фамилию. Не скажу секрет, отгадайте. У вас есть сим-карта давно? Что-что-что? С сим-карта давно это? Достаточно давно, года четыре. Ну, вы являетесь клиентом банка Траст. И не только Траст. Русский стандарт, ОТП и этот, как, я все время трудно выговариваю. Подскажите мне, вы же человек банковский. Рэйфузинг. Я понял. Банков много. Есть, да, есть такой грешок. Ну, что поделаешь. Я вот даже к юристам обратился за помощью. Зачем мне сказали, что вы являетесь сотрудником службы безопасности банка Траст. Помните, вы мне говорили? Я вам? Да, быть такого не может. Вы что, батенька? Я лаборант. Я лаборатуру и работаю. Сначала вы также начинали разговор. Какая сумма кредита, какого числа, где я прописан. Я понимаю, конечно, дружочек, что у вас очень много работы. И в конце дня у вас ум за разум заходит. Трофей Юрьевич, я помню прекрасно, мы с вами разговаривали. У вас с вами разговор одна и та же. Что, правда? Ну, мне звонят постоянно разные сотрудники с разных банков. И вполне вероятно, но я вашу фамилию вынужден констатировать. Фамилия Калаврат мне незнакома. Незнакома. А вы по какому вопросу звоните мне? По поводу Алексея Юрьевича. Это вы? Алексей Юрьевич. Конечно, я же вам уже представился, дружок. Что же вы? А скажи-ка фамилию свою. Не скажу, это секрет. Потому что вы ее не знаете, да? Вы там с юморком, дружочек. С юморком. Как я могу не знать свою фамилию? Тем более у меня фамилия такая очень известная. Чтобы я ее называл. Не скажу, секрет. Ну, не такая уж, конечно, звучная, как Калаврат. Я не амбициозный человек. Это вот с вашей фамилией, конечно, можно ходить налево-направо, кричать. Я Калаврат, я Калаврат. Я работаю телефонным попрощайкой. У-ху. Правда? Слушай, фамилия, конечно, крутая у тебя. И вот ты звонишь людям, вот отвлекаешь их от работы. Потом приходишь вечером домой, смотришь телевизор. Если никого нет, включаешь парнюшку и дрочишь. Правда? У меня нет телевизора. Ага, фигняга. По компьютеру, значит, дрочишь. Верно? У меня нет ноутбука. У меня нет ноутбука. Что ты такой несчастный, да? Ой, не заработал. Значит, плохо работает. Нет, я читать больше. Люблю больше читать. Читать? И что ты читаешь? Мой Дедея, да? Ну, читай мой Дедея, да, 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 да. А что вы читаете? Я читаю Достоевского Федора Михайловича. Преступление, наказание, Алексей Юрьевич. Так, а что ты знаешь? Ты за мной подглядываешь, да? Да, да, дочитываю. Вот как раз сейчас Порфей Петрович признался, что он все знает про Раскольникова. Алексей Юрьевич, а когда вы за вам признаетесь, когда вы будете платить? Я даже не слышал от тебя, сколько надо платить. Я же тебе говорил, слушай, дружок, я обратился к юристам. Наверное, ты с ними и разговаривал прежде. Я теперь понял. Наверное, они, да. Ага, они, наверное, тебе сообщили, что теперь я с банком не хочу. Только письменном формате. Нет, они знаете, что мне сказали? Что? Они почему-то сказали, что я служил безопасности банка ТРАС. А они начали мне угрожать, давить на меня. А ты не испугался, да? Ты не испугался? Ну, ты же калаврят. Бесспорно, калаврят ты. Тебе бояться нечего. Мне рассказывали, что названивают всевозможные упырьки и пытаются мне угрожать. Слушай, а ты почему думаешь, что тебя должны бояться? Вот смотри, тебе угрожают. А ты почему всю дорогу угрожаешь людям? А сам ничего. Сидишь там за своим телефоном. И даже ко мне, к несчастному лаборанту, который, в принципе, с удовольствием тебе лещей бы надавал, не можешь приехать домой. А только пугаешь. Объясни, пожалуйста. Алексей Юрьевич, я действую в рамку закона. Зачем мне к вам приезжать? К вам придут судебные приставы. А вы знаете, что я хочу вас еще обрадовать? Не знаю пока. Я вот читал, что национальные гвардии будут заниматься взысканием. Кто такая национальная гвардия? Гвардейцы. Кто такая национальная гвардия? Это в народе. Официально Росгвардия, Российская гвардия. И как же они будут заниматься? А вы почитайте, законопроект сейчас разрабатывает, после пакета и рвов. Это они будут заниматься со злощными неплатильщиками. Если человек может совершенно отчетливо показать государству свою неплатежеспособность, то он неприкосновенен. Алексей Юрьевич, вы знаете, как работает ОМОН на митингах? Есть тоже конституционное право свободы. Слушай, ты помни, дурачок. Да, ты меня сейчас пугаешь. Ты меня пугаешь физическим насилием, физической расправой с помощью представителей власти. Ты полный придурок. Ты дурок. У тебя какое образование? Скажи, пожалуйста. Алексей Юрьевич, а когда судебные приступы приходят, они разве не взламывают дверь? Разве такого нет? Ты идиот полный. Нет. Нет, такого быть не может. По решению старшего судебного приступа они могут найти предрешение. Да я им открою свою дверь. Зачем мне ее ломать? А если вас не будет? А зачем? Слушай, дружок, они должны по постановлению старшего судебного приступа прийти, предъявить. Если нет, оставить информацию через соседей. Но перед этим они должны предпринять все меры для того, чтобы оповестить о визите. Но зачем приходить? Послушай, дружок, я тебе сейчас информацию выдам. Я-то сам недавно о ней узнал. Так вот, судебные приставы, прежде чем приходить за описью имущества, они пригласят к себе должничка. А должник придет с документами, которые ему составит юрист. Конечно, приду. А зачем мне приходить? Судебный пристав должен в первую очередь смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. И судебные приставы очень любят тех должников, которые не скрываются, к которым не нужно ходить. Ты думаешь, судебные приставы, это какой-то страшный дракон, который спит и видит, как бы вогнать нищету человека? Нет, ты ошибаешься. Давайте посчитаем. Вы будете платить госпошину, исполнительный сбор, а ценщика будете оплачивать. Расходы поняты. Понимаете, насколько у вас долг? Зачем? Зачем? Я буду выполнять решение суда, но только в ряду строчку. Подарите, но госпошину вам в любом случае придется оплачивать, потому что мы выиграем сутки. Это намного меньше, чем платить проценты банку. Я согласен. Исполнительный сбор. Но это вы будете оплачивать. Это совсем немножко. Это совсем немножко. По сравнению с тем, что просит банк Траст, который уже в судорягах предсмертных бьется, это опять же, если только банк Траст подаст в суд. А он наверняка этого не сделает, потому что ему это не выгодно. А вы знаете, что на основании статьи 80 федерального закона 229 в исполнительный пристав на лот арест, на ваше имущество, которое вы сможете продать и заложить? Прежде чем пристав будет это делать, прежде чем пристав начнет это делать, он должен получить решение суда. Ты понимаешь, что пристав просто так ничего делать не может? Он должен получить решение суда. Приказное производство, это минимум 15 дней. Слушай, максимум 15 дней. Да, выпускается судебный приказ мировым судьей. Об этом уведомляется сам должник. Должник в течение 30 минут оставляет отмену судебного приказа. И все. И отправляет его обратно мировому суде. На основании статьи 128 и статьи 129 ГКРФ мировой судья обязан отменить судебный приказ в течение трех дней. Иди дрочи на нотбук. А потом исполнительное производство. А как оно может организоваться, если нет судебного приказа? Придурок. Приказ судебный отменяется. На основании чего исполнительное производство будет реализовываться? После приказного судопроизводства идет в исполнительный переходит. Это если судебный приказ не отменить? Ты совсем деревянный, что ли? Я же тебе говорю, я отменю судебный приказ. И все. И все. Судебный приказ выпускается. Потому что его можно... Понимаешь, почему он так быстро выпускается? Потому что дается право обоим сторонам. Так вот, второй стороне дается такое же быстрое право отменить судебный приказ. Почитай вот ту статью, которую ты мне озвучил. Ты ее почитай. Не только заголовки, которые... Алексей Юрьевич. А, тебе сказать нечего, дружок. Давайте теперь рассуждать логически. Если все так было просто. Все должны идти отменить судебный приказ. Ты пойми, дружочек. Пойми одну простую вещь. Что исполнительный пристав, исполнитель действует только по решению суда. Так чтобы у него было решение суда, чтобы у него образовался на столе исполнительный лист, должно пройти как минимум, либо судебное разбирательство, либо заочное, либо очное. Должно быть выпущено решение суда. У вас есть время, чтобы ездить в суд. Зачем у меня юристы есть? Дружочек, банк Траст в суд не подаст. Не подаст. Спорим с тобой, что банк Траст в суд не подаст. Это мы будем подавать в суд на расторжение эдитного договора. Мы месяца через два, через три. Мы сейчас письма пишем. Мои юристы письма пишут в банк Траст. Для того, чтобы он изменил условия типового договора, чтобы противоречить действующему законодательству. Вы так уверены в своих юристах? Очень уверены. Они с 2010 года работают. Называется компания Альям. И мне мой друг посоветовал. Они ему четыре договора расторгили, чертовой матери. И он платит по 500 рублей в месяц через судебного пристава. Судебный пристав он очень любит. Сколько лет он будет платить всю жизнь? Нет, зачем? Это называется создание условия, когда банку выгодно отказаться от претензий. Банк фиктивно продает свой долг третьему лицу. Фиктивно. Третье лицо приходит к судебному приставу и отказывается от претензий. Это практика, дорогой мой, голубчик. Иди дрячи на компьютер. Алексей Юрьевич, в вашем случае эта практика не сработает. Почему ты так уверен? Скажи, пожалуйста. Потому что идут глобальные изменения в законодательстве. Да ладно, что ты такое говоришь? Так понимаешь, договор был заключен до глобальных изменений. Понимаешь? И договор не может в единицу времени измениться. Ха-ха-ха. Слушай, да? Что зависит от писем Верховного суда Российской Федерации. Ты там случайно не Верховном суда Российской Федерации обосновался, что ты там на себя такие полномочия уже пытаешься выгрузить. Дружок, у тебя с головой не все в порядке. Может быть и я не совсем здоров, но ты уж точно с диагнозом. Ты пытаешься реализовать свои амбиции. Тебя в школе, наверное, дрячили. Слушай, вот так же, как лаборантов, как меня, да? Тебя, наверное, в унитаз бочкой опускали. Да? Дрячили большие мальчишки тебя? Тюкали? Вот ты же на эту работу попрошайся и пошел, чтобы реализовать твои амбиции больные. И вы потратите много времени, много денег. Да я не боюсь, у меня времени много, в отличие от тебя. А деньги? Какие еще деньги? Ты чего? Юристам платите? Да, я плачу юристам. Это намного меньше, чем платить банк. Намного. Это вопрос времени. Со временем вы сравняетесь в расходах, а потом превысите на юрист. Ну, у меня будет, понимаешь, я уже плачу юристам 3 месяца. Договор на год максимум 12 месяцев они все это сделают. Дружок, ровно 12 месяцев я плачу в разы меньше, чем мне нужно платить в банк. Что, я дурак, что ли? Я бы... И дурак, у меня слышал, сколько банков? Так вот, они... Главное, сами эти банки занимаются за теми минимальные деньги, которые я им плачу. Слушай, ты деревянный либо по пояс, либо полностью. Алексей Юрьевич, другие банки меня не интересуют. Меня интересует банк прав. Я же и спрашиваю, ты деревянный по пояс или полностью? Я же тебе объясняю. Меня не интересует то, что тебя интересует. А как вы рассматриваете такой вариант, как цессия 382-я? Мы просто можем продать вас... Продавай, дурачок, продавай. Это очень круто. Продать вы можете долг либо организации, которые имеют лицензию Центробанка. В этом случае они будут законными правоприемниками. Но, если ты, дружочек, продашь, точнее, не ты, а твои рабовладельцы продадут мой долг организации, которая не имеет лицензии Центробанка, эта сделка будет являться ничтожной. Понимаете? Алексей Юрьевич, а вы это будете в суде доказывать. Да? И еще заплатите. Да, Алексей Юрьевич? А вот заплата большая. Алло, у меня слышишься? Алло, ты куда пришел? Алло, у меня слышите? Да слышу, конечно. Вы это будете в суде доказывать. Конечно, я буду. Ой, слушай, ты привык, что суда надо бояться? Суда не нужно бояться. Суд – это благо. Это единственный в государстве субъект, который, в принципе, по закону вещает все. Если судья решит платить, я буду платить. Но буду платить посильными платежами. А не то, что требует твой невменяемый банк, и ты вместе с ним. Понимаешь? Иди дай очи на компьютер. Какую сумму вы готов нести? Ты чего? Готов внести 100 тысяч рублей, потому что я самый главный 100 тысячнорублевый вноситель. Алло, куда внести-то? Трубочкой свернул тебе в очко? В банк траст внести? А как вносят в банк траст? Заходить и оплатить через кассу с паспортом. Что, правда? Ну, давай ты там поближе сделай вещи. А мне потом пришлешь чек. А я тебе, наверное, отдам. Встретимся. Я тебе отдам потом губами. Пошлепаешь по моему небольшому членчику, и я тебе отдам. Алексей Юрьевич. А? Согласен? Вы же понимаете, вам был сейчас усиленный обзон. Зачем вы хамите? Я очень рад поговорить с такими, как ты, дураками. Потому что обзванивают меня только по прешайке. Они ничего не стоят. Они не стоят ничего. Слушай, а я тебе еще открою секрет. Помнишь, когда, Калаврат, ты мне там говорил, там, что-то так? Мое желание было такое. Послать тебя. Я вспомнил, я с тобой несколько раз раз разговаривал. А сейчас я с тобой разговариваю и включил запись. И я это выразил на Ютьюбе. На Ютьюбе у меня канал, знаешь, какой? Почти 9 тысяч человек уже подписчиков. По 2 миллиона в день просмотров. Я прямо забыл. Зайдешь в Ютьюбе, Калаврат. А я напишу, Калаврат. И ты быстро найдешь про себя много интересного. Классно тебе? Ты можешь там в комментариях потом свой телефончик оставить. И тебе люди, вот подписчики, которые любят коллекторов. Ну, в том смысле, сзади. Позвонят и договорятся. А ты? Алексей Юрьевич, люди, которые слушают этот разговор, поймут, насколько Ханку не уважить. Давай, давай, ты комментарии почитаешь потом. Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич с тобой, да. Дружок, Алексей Юрьевич. С тобой. Вы меня услышали, он фиксирует, скажем, что оплата. Да иди ты, знаешь куда, в Казевтеещину. Я вот материться особо не люблю, но хочется... Вязать. Послать тебя. Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич, Алексей Юрьевич, что ты заладил, дебилойд? Вы меня услышали. Да пошел ты нафиг, ты меня услышал? Вот ты скажи, ты меня услышал? А? Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич. Калаврат, ты меня услышал, блять, мать твою, едино. Калаврат. Лучше бы вам заплатить. Скоро замки прекратятся. Калаврат. И будьте заманительные судебные прессы. На коня прыгали, скачи нахуй. Заебаль. Меня лаборанты вывел из себя. Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич с тобой разговаривает. Придурок. Иди нахуй. Фиксировал отказ от оплаты. Иди нахуй. Вы меня услышали. Услышали его. Лучше, блять, дерьмову не прожить слышать, как булька, чем тебя. А, хотя ты то же самое. Кал. Лектур. Ты же коллектор. Алексей Юрьевич. Алексей Юрьевич. Коллектора вы встретитесь позже. Это подадим. Прикольно. Что ты с ними так? Воняет от тебя точно так же, как от коллектора. С выгребной ямой еще не так сильно воняет, как вот сейчас из трубки. Понял? Иди, дрячи, на компьютер. А я пойду своими делами заниматься. Опыты ставить. Долбоеб. Понял? А ты меня понял, долбоеб. Что тебя никто не боится в этом мире. Посмотри в зеркало и скажи, что я делаю со своей жизнью. Мне же надо будет детям что-то рассказывать. Мы связываем с вами позже. Да ладно тебе. Очень буду рад тебя услышать. Слышишь? Лучше бы вам заплатить. Вы меня услышали. А чем это лучше, скажи? Вот скажи мне, пожалуйста. Наш разговор неконструктивный. Так тебе сказали, да. Иди соси у своих работодателей. А то они тебе очко прочистят. Я сейчас трубку класть не буду. Тебе же надо, чтобы разговор зачтен был. Наш разговор неконструктивный. Лучше бы вам заплатить. Да, так.